Продолжение следует... 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 Они используют для повышения точности решения дополнительную информацию между точками ТЖ и ТЖ плюс 1 и строят в некотором смысле интерполяционные полиномы на этих маленьких отрезочках между точками ТЖ и ТЖ плюс 1. С заранее заданными чаще всего весовыми коэффициентами. Одношаговые методы обладают не очень высокой точностью при решении и требуют для отыскания решения с приличной заданной точностью. Например, если ищется решение с точностью до 10 минус 7 на интервале от 0 до 1, например, то требуется где-то около 800-900 тысяч вычислений и значений функции для достижения такой точности на этом отрезке. Поэтому для повышения эффективности методов многими рассматриваются многошаговые методы, когда отрезки, на которых необходимо искать и которые используются между точками ТЖ и ТЖ плюс 1, рассматривается достаточно большое количество промежуточных точек. Ну и эти многошаговые методы, они те, которые наиболее часто используются, это методы Адамса Башфорта и методы Адамса Молтона. Есть еще методы, которые более устойчивы для жестких задач. Это методы обратного дифференцирования, английское сокращение BDF. И для линейных многошаговых таких методов в том числе используется и линейная комбинация значений искомой функции и в предыдущих точках, и кроме этого используется еще и значение производных в предыдущих точках. Опять же, коэффициенты для этих методов чаще всего подбираются и рекомендуется использовать заранее подобранные. И само решение представляется в виде полиномиальной интерполяции значений функции и производных. Та идея, которую мы попытались использовать при решении этой задачи, она, вообще-то говоря, восходит ко временам Бернули. Бернули – это большая семья физиков и математиков, которые жили где-то с середины 17 века и до начала 19 века. Некоторые из них знамениты тем, что и отец, и братья, его сыновья и племянники знамениты своими крупными успехами и в математике, и в физике. И, например, уравнение Бернули – оно носит имя одного из братьев. Правда, решил его более красивым способом не тот Яков, который придумал это уравнение, исследовал, вернее, это уравнение, а его младший, по-моему, брат. Так вот, мы будем использовать подход, который начали развивать еще братья Бернули при решении этой задачи. Это метод интегрирующих множителей. В наше время это метод, который предполагает поиск решения в виде произведения нескольких функций. И для этого метода, в отличие от часто используемых методов численного решения задач, мы вместо того, чтобы сваливать в одну кучу и те уравнения, которые относятся к самому дифференциальному уравнению и начальные условия, и чаще всего они сваливаются именно, состыковываются в одной системе приближенных линейных уравнений. Но когда разбираются решения задач аналитическим способом, то чаще всего вначале пытаются найти некое общее решение дифференциального уравнения, самого уравнения, и лишь потом использовать дополнительно начальное либо граничное условие для того, чтобы найти это частное решение. Вот именно таким путем мы и будем двигаться, и это является основной идеей вот этого нового алгоритма решения. То есть мы вначале, во-первых, мы решаем задачу не в физическом пространстве, а в спектральном, то есть в пространстве коэффициентов разложения решения по полинолам Чебушева первого рода. И вначале мы определяем те коэффициенты, которые задают общее решение исходной задачи. А после того, как это общее решение найдено, то есть мы определяем часть коэффициентов, которые характеризуют это общее решение, Затем мы используем начальные либо граничные условия для того, чтобы выделить из этого общего решения, выделить частное искомое решение. На этом слайде изображены схематические структуры матриц систем линейных уравнений, которые возникают при решении уравнений первого либо второго порядка. Слева направо матрица М первая обычно пытаются привести систему линейных алгебраических уравнений для решения дефоров, упростить ее, поэтому стремятся привести ее к диагональной форме. Ну вот здесь это записано в ленточной форме, зеленая часть матрицы. И первые несколько строк, они говорят нам о том, что в этой же структуре пытаются учесть начальные условия для этой задачи. Это может быть там задача первого, второго, третьего порядка, здесь три строчки, так что вполне может быть, что это условия и на значение функции, и на ее производные решения задействованы. Вторая матрица – это один из возможных вариантов, опять же, структуризации систем линейных уравнений для решения деференциальных уравнений тех либо иных порядков. В спектральном пространстве, но она очень сильно похожа просто на так называемую матрицу дифференцирования в спектральном пространстве. Справа нарисована структура матрицы для решения уравнения, одномерного уравнения Пуассона. Это включает она в себя матрицу дифференцирования в физическом пространстве. Она полностью заполнена, и элементы матрицы записаны в такой общей форме. Первые и последние строки этой матрицы, в них записываются обычно условия, граничные на решение уравнения Пуассона в такой стандартной форме. Мы же реализуем метод, который следует способу интерполяции, вернее, способу аппроксимации, который мы сводим к интерполяции нашего решения. И вот такая Чебышевская аппроксимация позволяет разложение именно по функциям Чебышева. Они нам обеспечивают почти оптимальную аппроксимацию функций в норме L2 и оптимальную аппроксимацию в норме L-бесконечности. Это означает, что если мы будем рассматривать не Чебышевские, а другие какие-то полиномы, то добиться одинаковой точности мы сможем за счет использования полиномов Чебышева при меньшем количестве членов ряда. Значит, такая аппроксимация позволяет очень быструю сходимость, то есть малое число членов ряда позволяет достичь высокой точности. Если мы используем коэффициенты разложения по Чебышевскому базису, то получаем очень простой и быстрый алгоритм вычисления коэффициентов разложения производной по коэффициентам разложения самой функции, если они известны. И очень эффективный обратный переход, перерасчет, то есть представление значений функции в физическом пространстве при использовании коэффициентов разложения по Чебышевскому базису в спектральном пространстве. Для того, чтобы понять суть этого метода и основную идею, начнем с очень простой задачи, простейшая задача Каши. На ней будет основана вся остальная методика решения более сложной задачи, которая была заявлена в самом начале. Значит, рассматриваем уравнение y'x равно f'x. И будем считать, что требуется выполнение начального условия y от x нулевое равно y нулевое. Достаточно легко, если у нас задан произвольный интервал a, b, на котором нужно решать эту задачу, мы достаточно легко можем с помощью линейного преобразования перейти к переменным x, которые будут работать на интервале минус 1, 1. Поэтому дальше мы все будем рассматривать именно на этом интервале определение функции Чебышева первого рода. Сами к себе мы можем считать, что мы приближаем наше решение с помощью полинома p от x и берем конечное число членов ряда. К у нас меняется от 0 до n и сумма цикатых тикатых, где цикаты – это неизвестные коэффициенты, которые мы хотим определить при решении нашей задачи. Мы можем записать, под номером 3 она написана, соотношение между коэффициентами cкат нашего полинома и коэффициентами bкат, которые будут являться коэффициентами разложения производной нашего полинома. С использованием трехчленных соотношений, которым подчиняются чебышевские полиномы. Из этой формулы мы потом можем вывести соотношение, формула 3 на седьмой странице, мы можем вывести соотношение между коэффициентами cкат и bкат. Но для того, чтобы дальше решать задачу, на текущем этапе мы можем выяснить, чему будут равны коэффициенты bкаты. Для этого мы рассматриваем систему линейных уравнений сумма bкатых ткатых от х равно f от х. Берем некоторый набор точек х на интервале от минус единицы до единицы и считаем, что это точки коллокации. Получаем систему под номером 4. Для точек коллокации с номером g, меняющимся от 0 до n, мы получаем n плюс 1 уравнение, из которого мы будем пытаться найти коэффициенты bкаты, определяющие нашу производную. В матричной форме это мы можем записать в виде произведения t умножить на b. t – это матрица, состоящая из элементов tкат от х дт. b – это вектор неизвестных коэффициентов от 0 до n. Ну и f – вектор в правой части – это значение функции, то есть производной нашего уравнения в тех же самых точках. Здесь между формулами 4 и 5 записано выражение для точек х дт. Это если мы рассматриваем интервал не минус 1 плюс 1, а произвольный интервал ab, на котором задано наше решение. В общем виде уравнение tb равно f можно решать. И если у нас точки х дт разные, то такая система уравнений имеет решение единственное, решение невырожденное. Но сам по себе метод выбора произвольных точек х дт недостаточно удобен, потому что матрица t оказывается полностью заполненная и решать ее придется достаточно сложным способом. Но оказывается, если мы выберем так называемые точки Чебышева-Лобатта в качестве точек локации, то матрица t будет обладать удивительным свойством дискретной ортогональности. И умноженная слева на свою сопряженную матрицу даст нам диагональную. На диагонали для этого набора точек будут стоять элементы n в качестве первого элемента диагонали и последнего элемента диагонали, а внутри все элементы будут равны n пополам. Поэтому само по себе решение системы 5, само решение получается очень простым. Мы фактически можем умножить правую часть, то есть вектор f на транспонированную матрицу. И это и будут коэффициенты нашей производной коэффициенты разложения, но за исключением того, что их нужно будет разделить еще на n, либо на n пополам в зависимости от местоположения этого коэффициента. То есть решение о получении коэффициентов разложения производной мы получаем очень простым способом. Мы умножаем вектор правой части на транспонированную матрицу Чебышева и получаем фактически эти коэффициенты. Сам по себе метод чрезвычайно простой и эффективный. Здесь для понимания того, каким образом можно было бы еще решать такую систему уравнений, что можно было бы использовать, выписаны два типа матриц для Чебышевских полиномов. Такие матрицы, вообще-то говоря, существуют и для других полиномов Лежандра, Лагранжа, степенных просто полиномов, то есть х в нулевой х, первый х квадрат и так далее. И для многих других, и полиномов Якоби, и Гигенбаура, и многих других, которые можно использовать для решения разных задач. То есть существуют некие матрицы, воздействуя которыми на коэффициенты разложения по тем либо иным полиномам мы можем получать либо коэффициенты производной, либо коэффициенты интеграла от этой матрицы. Значит, для интеграла вот она называется матрицей интегрирования. Имея коэффициенты разложения функции f от х, мы их выписали под номером 7 в формуле, мы можем использовать вот эти матрицы дифференцирования и интегрирования. В нашем случае мы будем использовать именно матрицу интегрирования, умножая ее на коэффициенты b, b0, b1, b2 и так далее, мы получаем коэффициенты c1, c2 и так далее, cn. То есть кроме нулевого коэффициента разложения функции f от х по полиномам Чебышева, мы получаем все старшие коэффициенты этой функции. И эти старшие коэффициенты и определяют общее решение системы, не системы, а нашего дифференциального уравнения. Неизвестным остается лишь нулевой коэффициент, некая константа, которая будет соответствовать разложению по полиномам Чебышева первому Чебышевскому полиному t0, который равен единице. И фактически вот эта первая компонента вектора, она заведует, от нее зависит положение кривой, которая полностью определена с точки зрения ее производных, но не определена с точки зрения ее высоты подъема. То есть с геометрической точки зрения нам осталось найти, на какую величину нужно приподнять, либо опустить имеющуюся кривую для того, чтобы удовлетворить искомому частному решению. И оказывается, что вот это умножение, во-первых, оно элементарно матрице интегрирования на неизвестный вектор, оно выписывается с точки зрения написания программы в три строки. И мы можем перейти к решению задачи о вычислении конкретной кривой, удовлетворяющей начальным условиям. То есть смысл в том, что первую часть задачи – это определение коэффициентов производной. Мы решили, во-первых, за счет умножения на транспонированную матрицу Чебешова, достаточно простая операция. Она требует, понятное дело, где-то порядка n квадрат операции умножения и сложения. Правда, ходят слухи, что используя быстрое преобразование Фурье и приспособив его к умножению, переходя к дискретному косинус преобразованию, мы можем эту операцию ускорить и выполнить за n, умноженное на логарифм n операции. Но для не очень больших задач вполне достаточно, как нам кажется, использовать и просто умножение матрицы на вектор. Для определения частного решения, если нам нужно выполнить некое условие в начальной точке, то есть у нас точка х нулевое является начальной, она у нас отображается на интервал минус 1, 1 в точку минус 1. Значения полиномов в этой точке любого порядка известны, они равны минус 1 в степени k. Поэтому уравнение для определения значения коэффициента c нулевое, это уравнение под номером 11, оно просто элементарно. Мы вычисляем сумму по k от 1 до n коэффициентов c к, умноженное на минус 1 в степени k. Из y нулевого вычитаем эту сумму и получаем выражение для c нулевое. Если условие задается в произвольной точке интервала, то, соответственно, мы должны будем вычислить значение полиномов Чебышева именно в этой точке. Но формула имеет тот же самый вид. Ну и самый простой вид формула для определения коэффициента c нулевое имеет в том случае, когда у нас задана конечная точка, которую мы хотим достичь при решении нашего уравнения. Вот. И для определения этого коэффициента мы получаем выражение y в конечной точке минус сумма всех коэффициентов, и это будет искомое значение. То есть при решении нашей задачи мы сразу, во-первых, решение получает такой геометрически ясный и понятный смысл. А между делом мы умудряемся решить не только начальную задачу, но и задачу с необходимым получением решения с требованием пройти через определенную точку внутри интервала, либо с требованием выйти в некую финальную точку. И практически нужно лишь пересчитать вот такое элементарное... Найти наше начальное условие, решая элементарные уравнения типа 11, 12, 13. Фактически это и является основной идеей, которая далее используется для решения более сложных и задач Каши, и задач Пуассона, и других двумерных, и, надеемся, позволит хорошо и успешно решать и многомерные задачи. Значит, основные этапы решения простейшей задачи Каши выведены на этой страничке, и они заключаются в следующем. Сначала мы хотим вычислить интерполяционные коэффициенты производной. Сложность этой операции — это умножение квадратной матрицы Чебышева на вектор правой части. В том случае, если мы будем использовать дискретное косинус преобразования Фурьей, то сложность можно сократить за счет использования всяких трюков быстрого преобразования Фурьей. После вычисления этих интерполяционных коэффициентов производной мы вычисляем интерполяционные коэффициенты самого решения, кроме первого. Сложность этого вычисления — это умножение трехдиагональной матрицы на вектор коэффициентов производной. Понятно, что это количество операций мало, фактически 3 умножить на n операций умножения и сложения. Ну и последнее, что в этом алгоритме задействовано, — это вычисление коэффициента С нулевое умножения фактически вектора на вектор. Следующий этап — это рассмотрение более сложной задачи КАШИ. Но при этом оказывается, что ее тоже можно свести к решению фактически уравнения, которое мы только что разобрали, то есть к решению простейшей задачи КАШИ, но, правда, не отдельно, а, например, два раза. То есть, если мы хотим решить обыкновенную, более сложную вот эту задачу КАШИ, которая записывается в форме y' плюс g от x умножить на y равняется f от x, то, следуя методу, который, как я уже где-то упоминал, придуман был братьями Бернули достаточно давно, но они показали, предположили существование такого множителя мю от x, который, будучи умножен на функцию g от x, даст нам производную той же самой функции мю. То есть, предположим, существует такая функция мю от x умножить на g от x, которая равна мю штрих от x. Тогда, и будем считать, что она, например, положительная, да, тогда у нас мю штрих от x, деленное на мю от x, будет равно g от x, и отсюда следует, что логарифм мю от x, производная от логарифма, равняется функции g от x. И из этого уравнения с двумя звездочками мы можем записать, что логарифм мю от x – это у нас интеграл от функции g от x плюс некая константа К. Если вернуться к нашей начальной задаче, то мы можем увидеть, что если вот это уравнение, правую часть, то, что находится в правой части, то фактически для функции g от x мы пытаемся найти первообразную, то есть решить ту же самую простейшую задачу Каши, найти такую функцию, которая у нас здесь обозначена через логарифм мю от x, которая будет равна известной функции g от x. То есть сама по себе задача с двумя звездочками, она и является задачей Каши, простейшей, которую мы только что разбирали. В такой форме я ее здесь выписал, потому что знак интеграла, он фактически соответствует матрице интегрирования. То есть если мы знаем коэффициенты разложения вектора g от x, умножая эти коэффициенты на матрицу d плюс чебышев, то есть матрицу интегрирования, мы получим коэффициенты нашей матрицы, нашей функции логарифм мю от x. Ну а зная, каким образом может быть вычислена функция логарифма, мы можем легко перейти к значениям функции мю от x в любой точке нашего интервала и вычисляется вот по этой формуле. Это будет e в степени интеграл от g от x, где в качестве интеграла от g от x будет стоять функция, являющаяся первообразной от функции g от x. Если мы вычислили такую функцию мю от x, а мы здесь показали, что она существует, и исходя из вида мю от x равняется e в степени интеграл, мы видим, что это функция при любых значениях интеграла и при любых значениях величины k, которая нам, на самом деле, потом не понадобится на нее все сократиться. Значит, мы будем... Это выражение существует везде, и оно положительное. Переходя к следующему этапу непосредственно решению вот этого уравнения, мы получаем, можем записать исходное уравнение более сложной задачи, умножим это уравнение с одной звездочкой на функцию мю от x. Поскольку мы только что выяснили, что произведение мю от x на g от x, это есть мю штрих, вот x, такая функция существует, и она определяется там с точностью до коэффициента, мы в это уравнение вместо произведения мю от x на g от x подставляем мю штрих. Слева мы получаем в уравнении с тремя звездочками, слева мы получаем выражение мю от x на y штрих плюс мю штрих на y и равняется мю от x на f. Слева стоит производная от произведения мю от x на y от x, а справа у нас стоит мю от x умножить на f от x. Значит, мю от x известно, f от x известно, мы можем в любой точке эту функцию вычислить, следовательно, мы можем определить ее первообразную, и эта первообразная будет равна произведению мю от x на y от x. Для нас в данной ситуации является искомой функция y как решение более сложной задачи. Поэтому мы ее и записываем, что y от x равняется интеграл от мю от x до f от x плюс некая неизвестная константа c и делить на мю от x. поскольку у нас в мю от x была константа, на которую функцию мы могли умножить, и от нее ничего не зависело. е в степени k с крышечкой, то мы видим, что для определения y от x, если мы мю умножим на какое-то еще число, то на решение y от x никоим образом не повлияет, поскольку этот множитель сократится. У нас мю входит и в числитель, и в знаменатель. Поэтому само по себе решение у нас выписано. Осталась неизвестная константа c. Но вот эта константа c, она как раз и будет определяться в зависимости от тех начальных либо граничных условий, которые дополнительно к уравнению со звездочкой для более сложной задачи кафе обычно еще и добавляются. И это решение тоже может быть определено точно так же, как и в первом случае, когда мы решали простейшую задачу каши, точно таким же фактическим образом. В качестве приложения я хочу представить программку, которая считает вот эту аппроксимацию для разных функций. И точки коллокации, они выделяются на графике зеленом, который является решением. А правая ось y демонстрирует отклонение от точного решения. Красный график – это отклонение поточечное тоже от точного решения. Ну и параметры здесь такие. Число точек коллокации 12. Вот они черненькие нанесены. Число точек сетки для прорисовки 100. Интеграл берется от нуля и до 9, там 42, 47 чего-то. Ну и вот он вычислил. Интеграл сам 27,9. И ошибка интегрирования 10 минус 15 где-то. Средняя ошибка интегрирования. Следующий слайд – это решение задачи Каши. Синяя линия – это точное решение, которое я знаю. Вот оно здесь записано, выделено. Зеленая линия – это вычисленное решение. Число точек интегрирования весьма мало, всего 7 штук. И решение оно получилось, в общем, достаточно близко. Я просто хочу сказать, что если взять 10 точек, то разность между отклонения точного решения, от вычисленного будет порядка 10 минус 15 на таком интервале интегрирования. Ну и здесь просто на рисунке именно демонстрируется, какая точность может быть достигнута даже там для 7 точек, расположенных на интервале от минус 3 до 1. А если пытаться решать эту задачу методом Рунгя-Кута, то для решения с такой точностью нужно как минимум 200-300 точек набросать на этом же самом интервале. Статьи, из которых мы вытаскивали все эти алгоритмы, над которыми работали достаточно давно, представлены здесь ссылки на эти статьи. Ну и хочу сказать всем спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, то могу на них ответить. Ну и могу показать, например, непосредственно, как решается, как работает программка. А сейчас попробую ее именно вывести на экран. Господин Лавецкий, ты закончил, да? Я закончил, да. Вот картинка, которую я... О, черт, она не хочет держаться на экране. Система ее сбрасывает. Система ее сбрасывает. Ладно, я вернусь обратно. Я наблюдал, как они работают, эти программы. Могу подтвердить все чисто и очень аккуратно. Те, кто слушал... Внимательно. Внимательно. Мне не очень внимательно этот доклад. Все ли поняли, есть ли какие-то замечания или вопросы? Нет. Можно я попробую? Давай. Мне кажется, что метод, связанный с интегрирующим множителем, он где-то в 50-х годах вновь пережил свою, как бы сказать, ренессанс, когда Мозес написал программу «Первый символный интегратор». И там было много разных случаев рассмотрено, и когда только от х зависит, и когда только от у зависит. Потом начали всякие комбинации рассматривать, типа там х на у умножить. А вот ваш метод, он не может быть перенесен на нелинейные уравнения, если есть символный алгоритм построения множителя? А может быть и может, мы просто не пробовали. А тогда у вас на столе лежит книжечка, где я про Мозеса пересказывал всю эту историю. Да, и я даже помню, что она есть. Но другое дело, что как бы руки не дошли до того, чтобы туда внедряться активно, хотя в душу запало, и в мечтах и намерениях оно присутствовало, что хорошо было бы лезть, посмотреть и попробовать что-то такое добавить, сделать. А можно я несколько слов скажу, Константин Петрович? Да. Мы с этими интегрирующими множителями работали, исходя из того, что они достаточно хорошо были изучены для аналитических или символьных методов решения. Для численных методов решения они были разработаны либо слабее, либо вообще не использовались в тех методах, которые, ну скажем так, имеют за плечами от 30 до 40 лет стажа. Это первый пункт. Когда мы начали с этим работать, мы научились решать с ними первого порядка, второго порядка, а больше всего мы работали с уравнениями, с разделяющимися переменными, там, где приводится к уравнению в виде полного дифференциала. Там у нас получилось и интегрирующий множитель, зависящий от х, и интегрирующий множитель, зависящий от у. и интегрирующий множитель общего порядка у нас не очень-то сработал. Но все это только для случаев линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Вот если вы согласитесь подключиться к нам и помочь дальше, это было бы большим таким толчком вперед, и мы бы продвинулись. Так что если согласитесь, мы будем очень признательны. Спасибо за замечание. И вам спасибо, я всегда готовый. Отлично. Еще какие замечания, вопросы? Молчание было ему ответом. Ну, я думаю, что вот это обсуждение с Михаилом Дмитриевичем было лично для нас, Константином Петровичем, очень плодотворным. И мы благодарны за такое активное участие в нашем докладе. Тогда, уважаемые коллеги, на этом я попрощаюсь. Следующий доклад у нас будет где-то числа 15-го, я точно день уточню, с докладчиком Цирулевым. Он представит свою аннотацию, и мы окончательно договоримся о том дне и том времени, который будет удобен для большинства участников семинара. Большое спасибо. Всем спасибо и за замечание, и за то, что прослушали. Рад.